Здравствуй, Юля! Здравствуйте! Сегодня в гостях у нас Юлия Горохова, актриса театра и кино. И очень приятно, что поводом для нашей встречи и знакомства послужил предстоящий выход мультфильма «Сказа Петрея Февронии». Юля, здравствуй! Расскажи, пожалуйста, мультфильм потрясающий, история потрясающая. Расскажи, пожалуйста, как ты готовилась? Готовилась ты вообще? Каким образом к озвучке расскажи? Ну, начну с того, пожалуй, что это моя первая главная роль в дубляже. И, к моему удивлению, этот проект оказался очень масштабным. И поэтому для меня это вдвойне трепетный опыт. Конечно, безусловно, в силу того, что миссия оказалась очень ответственной озвучить Февронию, готовилась я к этому тщательно. А тщательность заключалась в чем? Во-первых, конечно, я знала о том, что есть некая история о Петре и Февронии. Я знала о том, что у нас есть такой праздник, который, кажется, отмечается с 2008 года. Ну, и я так понимаю, что, точнее, не то, что понимаю, это очевидно, что он пока не врос в массы, потому что до сих пор все чтят, ну, как чтят, День Святого Валентина, который, ну, совсем к нам не относится. Вот. И поэтому, кроме того, что я знала об этом поверхностно, ну, к моему стыду, я ничего об этом не знала. Вот. И, естественно, началось все с того, что я открыла Википедию. Ну, естественно. Википедия сказала о том, что это... Мы сейчас говорим о той истории, которая в мультфильме. Есть аналогии с князем, который якобы существовал, но летописи о нем ничего не говорят. То есть князь Петр в летописях... в летописях... в летописях... в летописях... не указывается. Вот. Но, если говорить о легенде Петре и Февронии, есть история. История очень красивая, и она максимально совпадает с тем, что нарисовано в мультике. И я не знаю, стоит ли ее рассказывать, потому что тогда, наверное... Вырежем. Мы решили. Не будем, да? Не будем. Потому что, ну, как бы это в мультике все есть. Это посмотрите, узнаете. Да. Вот. И, конечно, история меня зацепила. Еще не видя то, что нарисовано, еще не встретившись со своей героиней, уже проявленной, скажем так, эта история меня зацепила. Она действительно... Она трогательная. Она... 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 Она цепляет. И если говорить о том... История муромская, то есть как бы это происходило все в Муроме, если говорить о том, насколько я соприкоснулась с теми местами, которые непосредственно к этому... Так случилось, что за последние годы 3-4 я посетила несколько городов, в том числе Муром, Сергеев Посад, Суздаль. И была в каждом городе, я посетила Кремль. Вот. Но это все так осталось как бы в моей памяти. Ну, это было как будто какое-то преддверие того, что случится. И когда я столкнулась с тем, с чем столкнулась с этой ролью, то, конечно, теперь у меня есть желание и даже, я бы сказала, цель посетить все города Золотого Кольца и встретиться с тем, что является основой этой легенды, это... Это... Это очень... А какие города... Ну, вот самые первые, которые бы ты хотела посетить? Муром и Астрахань. Это вот первые города, которые хотелось бы посетить. А дальше уже... Я надеюсь, что время будет позволять, потому что, ну, как бы работа, это тоже такая вещь, которая не всегда позволяет. Но, тем не менее, постепенно, но... Конечно. Я думаю, что пока меня эта история не отпустит в ближайшее время, мне кажется, долго. Ну, такая история очень сложная, чтобы она могла как-то отпустить, потому что это настолько объединение. Здесь идет речь о 16 век. Да, да, да. И несмотря на это, эта история накладывается на наши дни. Да. Любой другой век, это совершенно не важно, потому что доброта, любовь и все светлые чувства, только они спасают мир и побеждают все зло. Поэтому, да. Можно? Да, нужно. Я просто хочу сказать по поводу того, что возникло у меня в процессе работы. Вот, повторить ваши слова прежде всего, что действительно речь идет о 16 веке. И когда я увидела мультик, когда я увидела это своими глазами в процессе работы, мне кажется, что их создателей задача была максимально приблизить то, ту легенду, то время в наш 2017 год, чтобы донести это до современного зрителя и оставить какой-то отпечаток, оставить след. Я очень верю в то, что это произойдет и зритель это почувствует. И... Июля будет нашим праздником, нашим традиционным праздником, который будет отмечаться каждый год. Пусть это будет стартом. Мне кажется, что он имеет на это полное право. Это потрясающий старт. Это потрясающий старт. Да. Я тоже. Добрый думал. Да. Объявляем 8 июля стартом добра и... Любви, семьи и верности. Да, любви, семьи и верности. И начало... Россия вспрянет. Да, да. Юля, расскажи, пожалуйста, 8 июля праздник, который ты только что придумала, и это начало всех начал. Расскажи, пожалуйста, на День Святого Валентина принято дарить сердца, какие-то милые, приятные подарки. У нас весь город в цветах. Какой символ может быть знаковым подарком 8 июля в День Семьи, Любви, Верности и Доброты? Мне бы хотелось, чтобы это... Извини, а в мультике фигурируют кольца, но кольца. Но кольца, но это... Это немножечко не то. А почему мужчина не может дарить женщине в этот день венок из цветов, например, на голову? Да, это июля. Потрясающе. Ну, это же День Любви, Семьи и Верности, а именно мужчина, женщине венок на голову. И это символика такая. А? Она спрашивает, нет. Как это? Это потрясающая идея. Это исконно русская потрясающая идея. Мы донесем это? Так будет? Так будет? Нас услышат? Тебя услышат? Это голос. Ты голос. Ты голос Февронии. Ты представляешь? Ты можешь себе фресть отраспашки? Мы уже сегодня это делали много раз. Ты потрясающая. Люда, скажи, пожалуйста, это первая твоя главная роль в озвучке, а если говорить более правильно, в дубляже. В дубляже. В дубляже. Расскажи, пожалуйста, о процессе. Как это было? Как это было? Ну, скажем так, моя героиня Феврония, она уже жила жизнью до того, как я ей подарила свой голос. И когда я, в принципе, от меня мало что зависит. Ну, от меня, в принципе, ничего не зависит в этом процессе, потому что, когда тебя утверждают на роль в дубляже, ты себе уже не принадлежишь. И от себя что-то привнести ты не имеешь права, как в театре или в кино. Но, слава богу, есть такой человек, который называется режиссер-тубляжа. И в моем случае это Геля Пирогова, которая просто потрясающая. Мне было с ней очень комфортно, и она мне помогла найти характер. Мы действительно немножечко добавили характер Февронии, потому что, когда я ее увидела, у меня первая мысль была «Одуванчик». И есть такой внутренний такой сленг, называется «Не бебешь». И когда я встала к микрофону, и мы прощупывали, было выделено время для того, чтобы мы поискали характер. Это было отдельное время от общей записи, но все-таки оно было выделено. И мы искали, это было где-то около часа. Мы справились быстро, я считаю. И я, когда встала к микрофону, и там первые реплики, и включается микрофон, и Геля мне «Не бебешь». Я говорю, нет, нет, не буду. И в итоге мы решили, что добавим ей немножко характера. Все-таки она, конечно, гармоничная внутри, она, безусловно, целитель, она, безусловно, свет и доброта. Но все-таки все равно должен быть стержень. И мы этот стержень поискали и нашли. Мне так кажется, наверное. А расскажи, пожалуйста, ты говоришь о том, что час искали характер. А как это было? Это было, ну, когда я увидела своего персонажа, у меня возникли какие-то внутренние ощущения, учитывая еще наложенные на меня знания, которые я приобрела до. И в совокупности получилось так, что появлялись какие-то ощущения, какие-то чувства, которые сами направляли голос. Ну, то есть запись пошла, тайм-код, ну, есть тайм-код. И по тайм-коду как бы я начинаю и попадаю в своего персонажа. И рождаются определенные интонации, тембр как-то сам ведет. И мы с Гелли вдвоем искали его, ну, я не знаю, как это объяснить. Просто путем проб, ошибок, главное, чтобы мы были единым целым. Я и Феврония, чтобы мы были единым организмом. Это была наша задача, и не мне судить, но я от себя сделала, я туда вложилась все у себя. Я там себя оставила. Вот, и так. Были моменты, были моменты, когда я сама по себе человек темпераментный очень. И были моменты, когда мои темпераментные какие-то, они вылезали. Это было очень смешно, это было в процессе смешно. То есть, как бы, если ты рассказываешь со стороны, это может выглядеть как-то, ну, было и было, и что. А у нас мы смеялись все вместе, включая звукорежиссера, потому что Феврония такая вся. И там фраза есть такая, а не тебе решать. И как-то она для меня, вот не ложилась она на меня, и все. И у меня, из меня прям лезла, а не тебе решать. И мне Геля, эй, вот он полез в твой темперамент. Ну, это было, это было забавно. А так, в принципе, каких-то таких глобальных сложностей не было. Ну, потому что характер был найден, и дальше мы уже плыли по течению. Мы, в принципе, записали все за один день. Сегодня мне сообщили о том, что премьера, закрытый показ состоится в Храме Христа Спасителя 4 июля. Это будет закрытый показ? Аж 6 июля, получается, в преддверии праздника, который мы только что сгенерируем. Да, да, да. Он будет во всех кинотеатрах, и... Приходите обязательно. Приходите, да, да, обязательно. Ну, конечно. Я знаю об этом тоже. Я хочу сказать, что мне было время об этом подумать. Какие чувства и меня это вызывает? Я считаю, что это очень знаково, мощно, правильно. Ну, наверное, все-таки история. Да, история. История, она сама по себе о том, о святых, о вечном. Поэтому... Может, пусть.